Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тариф на тепло в Одессе за декабрь 2019 снизится. Правда, не намного. В отличие от других крупных городов Украины, где цифра в платежке уменьшится на 20-30%. В Одессе анонсируют снижение тарифа лишь на 5-8% и не более. Впрочем, и эта разница будет довольно ощутимой для коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы. Чтобы реализовать постановление Кабмина, Горсовет на очередной сессии должен снова помочь предприятию. Сейчас речь идет о 26 миллионах гривен. Кто-то говорит понести цену, тогда кто-то другой должен за это заплатить. Вот последние три года эту разницу в тарифах погашал исключительно городской совет. Для того, чтобы это предприятие окончательно не остановилось, а продолжало свою деятельность и в домах Одесситов было тепло. Сегодня предприятие продает дешевле, чем его производят. В декабре действительно был резкий обвал цены на газ. Но среднегодовая цена за 2019 год никоим образом не колебается в общем итоге по сравнению с ценой 2017 года газа, которая тоже среднегодовая и учтена в тарифе. Через несколько дней станет известно, каким будет пересчитанный тариф. Его презентуют на сессии Горсовета, а затем отправят на согласование в Кабмин. Сегодня мы видели, что был достаточно широкий круг участников комиссии совместно с Департаментом экономики. Поэтому мы попросили и потребовали на сегодняшний день уже четкий расчет для того, чтобы мы, во-первых, могли четкий дать ответ на кабинет министров и ответить каждому Одесситу о возможности расчета в декабре месяце. Напомню, что речь идет только о декабрьских платежках. Начиная со следующего отопительного сезона, одесситы будут платить по-новому. Уже с осени этого года тариф составит 1473 гривны. Это больше, чем сегодня. Министр юстиции Украины Денис Малюсько сегодня посетил Одессу. Примечательно, что поездка почему-то была засекреченной. Ни пресса, ни даже его подчиненные из межрегионального управления о визите не догадывались. Репортер узнал о визите совершенно случайно из своих источников. Нашему корреспонденту с трудом удалось пообщаться с министром и уточнить у него причины такой секретности. Скажите, с чем связан ваш визит сегодня? Проверка работы местного территориального подразделения. Всегда интересно, когда приезжают министры, почему прессу не позвали, что-то в тайне все. Внутреннее рабочее совещание, ничего особенного. И как вы оцениваете работу южного управления сейчас? Плохо. Напомню, что в конце прошлого года территориальные органы юстиции были реорганизованы в межрегиональные, а руководство первых снято с должностей. Южное отделение теперь курирует три области – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую, а также Крым и Севастополь. С нового года его возглавляет ставленник нынешней власти Тимофей Дудин, правда с приставкой ИО. В ближайшее время местных руководителей должны назначить на конкурсной основе. Еврейская больница наконец-то начала преображаться. До этого капремонт здесь сделали еще 70 лет назад. Первым презентовали новое реанимационное отделение. Одно заметно выделяется на фоне полуразрушенной больницы. В корпусе полностью заменили коммуникации и закупили современное оборудование. На презентации обновленного отделения побывала Светлана Довжук. Еврейская больница – самое загруженное медучреждение в Одессе. Ежедневно сюда поступают сотни тяжелобольных пациентов. А условия содержания людей всегда оставляли желать лучшего. И вот спустя 70 лет впервые проходит капитальный ремонт. Реанимационное отделение оснастили современным оборудованием, в том числе и видеонаблюдением за пациентами. Заменили все коммуникации и установили противопожарную систему. Современные технологии как по оснащению отделения, так и по облицовочному материалу. И самая главная система жизнеобеспечения отделения, которая заключается в создании новых систем противопожарной безопасности, вентиляции воздуха, подогрева этого воздуха, охлаждения воздуха, достигнута в этом отделении. Сегодня, надо сказать, это отделение, оно не то что конкурентоспособно, сегодня равных этому отделению нет даже в частных клиниках нашего города. Вот как выглядит новая палата реанимационного отделения Еврейской больницы. Это отделение рассчитано на 15 пациентов. В каждой палате есть система видеонаблюдения, кондиционеры и новые функциональные кровати. Одна такая кровать стоит примерно 300 тысяч гривен. С помощью этой кровати можно полностью менять положение пациента и изменять угол наклона. На реанимационное отделение потратили более 60 миллионов бюджетных гривен. Полностью отремонтировать Еврейскую больницу планируется 5 лет. Мэрия объявила несколько тендеров на внушительные суммы. 137 миллионов на ремонт центрального корпуса, 35 миллионов на восстановление фасада и более 60 миллионов на хирургию. Планируем до конца года приемное отделение благоустройства и дальше приводить в порядок. До этого сделан ремонт кровли. Вы видели, какой была кровля здесь. И сегодня мы говорим, что мы уже сделали. Начали мы это в 2016 году. Зашли и эти работы были невидимы. Сегодня мы можем с вами вместе увидеть, что же мы сделали. А до этого проводилась большая работа. Заменены практически все подачи от тепла, то есть теплотрассы заменены. Запустить пациента в новые палаты планируют через неделю, когда помещения пройдут санитарную обработку. В настоящий момент в нашем отделении находится 15 человек. И это оборудование задействовано на той территории, на которой мы временно находились. Поэтому пройдет неделя и через неделю, тогда, когда нам разрешат уже помещать сюда наших пациентов по санитарно-гигиеническим нормам, оборудование будет у каждой кровати. Здесь будет центральная система наблюдения за пациентом. У нас есть такая возможность. Это значительно повышает качество оказания реанимационной помощи. В хирургическом корпусе планируют еще пять отделений экстренной медицинской помощи, отделения нейрохирургии, гинекологии, травматологии и общей хирургии. Все будет интегрировано в единый операционный блок. Чиновники уверяют, лечение в новой больнице будет бесплатным для всех пациентов. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». В Одесской инфекционке тоже большое обновление. Туда поступило новое медицинское оборудование стоимостью около 200 тысяч гривен. В частности, это аппарат для искусственной вентиляции легких, необходимый для борьбы с новым типом пневмонии в случае попадания коронавируса в Одессу. Кроме того, закупили мониторы наблюдения для реанимационного отделения больницы. Не нужно постоянно подходить, измерять пульс, давление, температуру. Он все на экране высвечивает у каждого пациента. Причем эти мониторы хороши тем, что они могут быть подключены сразу к двум пациентам. Деньги на оборудование собрали во время девятой дипломатической рождественской ярмарки. Ее проводили на морвокзале. Представители 30 стран мира угощали гостей своими национальными блюдами, продавали сувениры, пели и танцевали. Одесситы пришли, получили удовольствие, что-то купили для себя, что-то съели, выпили. И самое главное, что все собранные средства идут на благотворительность, на такое благое дело, как покупка оборудования. Двумя неделями ранее новое медоборудование стоимостью 200 тысяч гривен получила и Одесская областная больница. Там появилась система обогрева пациентов, три монитора, один хирургический и четыре электрических отсасывателя. Активизировалось скандальное дело Краяна. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Александру Дубовому. Его, напомню, считают главным инициатором многомиллионной аферы с перепродажей админздания завода. Политику назначили залог в сумме 15 миллионов 800 тысяч гривен, причем без содержания под стражей. Любопытно, что прокуратура просила вдвое большую сумму. Вчера суд должен был избрать меру пресечения другому подозреваемому, депутату облсовета Олегу Бабенко. Он, по версии следствия, координировал участников схемы. Прокуратура просила назначить ему залог в 20 миллионов, но суд вернул ходатайство на доработку. Напомню, позавчера еще одному фигуранту резонансного дела, экс-депутату Килийского райсовета Анатолию Коломицу, назначили залог чуть более 420 тысяч гривен. И это в 50 раз меньше, чем просила прокуратура. В преддверии очередной сессии Горсовета фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова провела заседание. Лидер политической силы и депутаты обсудили важные вопросы будущей повестки дня и разработали собственные инициативы увеличить соцвыплаты пенсионерам и льготным категориям граждан, решить проблему затонувшего бункировщика, а также выделить из бюджета города помощь деситам на оплату услуг ЖКХ. Одесские пенсионеры и льготники должны получать больше соцпомощи на оплату коммунальных платежей, а затонувшее судно Делфи в кратчайшие сроки должен убрать владелец, убеждены депутаты Горсовета фракции Украинской морской партии и лидер политической силы Сергей Кивалов. Ведь потерпевший крушение танкер грозит не только срывом курортного сезона, но и крупной экологической катастрофой. Это такой очень серьезный вопрос. Я думаю, что депутаты Одесского городского совета должны поднять этот вопрос. И самое главное решить его. Если нужна помощь юридическая, если некому составить исковое заявление судовладельца, мы готовы на себя взять это. Я готов лично составить исковое заявление и подать в суд. Но только соответствующие органы должны подписать его, должно быть какое-то обращение. Мы должны это сделать. И городской совет, и все, кто заинтересованы, и порт одесский, и экологи, и все, если мы сегодня не объединимся, то тогда нужно забыть о пляже. Вот этот пляж, километровая зона, будет просто уничтожена. Одним из важных вопросов депутаты назвали повышение социальной защиты одесситов. Сейчас пенсионеры и льготники отдают последние деньги только чтобы оплатить услуги ЖКХ. На жизнь остаются копейки. Фракция Украинской морской партии на ближайшей сессии озвучит коллегам в горсовете свою инициативу. Выплачивать тем горожанам, кто в этом нуждается, адресную целевую помощь. Мы же говорили и думали, что бюджет страны будет такой, что минимальная пенсия будет уравнена с минимальной заработной платой. Этого ничего не произошло. Поэтому местные бюджеты, местные советы, мы обязаны поднять это на сессии городского совета для того, чтобы внесли эту инициативу и люди имели возможность получать. Последовательная позиция фракции и лидера партии Сергея Кивалова в отношении социальных выплат и социальных гарантий, вне зависимости от выборов и бюджетного периода, она остается неизменной. В первую очередь во главу угла становится благополучие, финансовая, минимальная стабильность человека. Потому что когда государство загнало людей просто в такие рамки, когда люди должны просто выбирать те крохи, которые они получают в зарплате и пенсии, на что потратить, на коммунальные услуги, либо на еду, элементарно для того, чтобы выжить, выбор очевиден. Также депутаты единогласно решили поддержать программу капитального строительства реконструкции, рассчитанную на три года. На эти работы планируют выделить 3,5 миллиарда гривен. Сергей Кивалов и депутаты Украинской морской партии считают эти планы важными для экономика социального развития города. В частности, в программе партии запланировано строительство образовательных и медицинских учреждений. Среди них – детский сад по улице Маршала Говорова. Юлия Наксонов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Вы смотрели новости на телеканале «Репортер». Оставайтесь с нами.